МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И сегодня в выпуске. На горку бегом с горы кувырком. Это не детская загадка, а новое летнее развлечение для армавирской детворы. На открытии аквапарка побывал Марк Бугаез. Летнее обострение у педофилов. За две недели в Армавире уже третий случай. Подробности в выпуске твоих новостей. Как оперативно решить проблемы с перебоями водоснабжения, пресечь незаконные лесные вырубки и благоустроить поселок Лесхоз? Эти и другие вопросы обсуждал с жителями этой территории глава администрации Армавира Андрей Харченко. Все подробности в первом материале выпуска. Был заслушан доклад председателя Армавирской городской думы Владимира Сосновского о деятельности депутатов. После отчета участковых и руководителя ТОС номер 5 Екатерины Белоусовой жители сразу обратились к главе с просьбой решить наболевшие проблемы. Одна из них – систематические перебои с водой. Проблема в том, что давление водоканал сейчас не дает, какое положено. И в результате получается так, что у нас все сейчас имеют приусадебные участки. Без этого, вы понимаете, здесь в Лесхозе жить невозможно. Видно, все-таки где-то надо уже и менять какие-то участки. Андрей Харченко потребовал прокомментировать ситуацию представителя водоканала. Главный инженер Александр Попов пояснил, что коммуникации, построенные в свое время предприятием Лесхоза, до сих пор не передавались в эксплуатацию водоканалу. Оперативное устранение аварийных ситуаций мы всегда выполняли и будем выполнять. Данные сети построены в 1991 году. По сроку эксплуатации 23-й год эксплуатируется при нормативе в 15 лет. То есть стальная труба имеет свойство зарастать. Процедура передачи коммуникации и юридическое оформление займет как минимум год. И чтобы жители не страдали от проблемы изношенности труб, городоначальник предложил путь, по которому идут все частные сектора Армавира. Вся старая станица, весь поселок Заветный, все остальные населенные пункты, там где по частному сектору проходят линии водоснабжения, меняют за собственные средства. А происходит следующим образом. Мы просим предприятия водоканал выполнить работы, а жители приобретают материалы и приобретают трубы. И на условиях общего интереса быстро эти трубы меняем. Жительница поселка обеспокоена вырубкой ценных пород деревьев неизвестными лицами на территории лесного хозяйства. Дерево вывозится, а его место в лесу занимает мусор, который бессовестные жители нелегально свозят в зеленую зону. Постоянно смотрю, то там, то там какие-то площадки вырублены. Насколько это законно, и кто хозяин сейчас нашего этого леса. Мусор вывозить, естественно, некому, но дубы вывозят прямо машинами, самосвалами. Андрей Харченко считает, такое положение дел недопустимым. В кратчайшие сроки будет проведена прокурорская проверка и приняты меры к нарушителям. В рамках вашего сегодняшнего обращения, и попрошу, если это где-то будет еще происходить, попрошу вас информировать администрацию города. Значит, руководитель юридического отдела администрации города подготовит в течение двух дней обращение на прокурора города, и мы проверим, на основании чего тут все это производилось. Присаживайтесь. А если это производилось самовольно, и за самовольно отвечает эта организация, чтобы этих вырубок самовольных не было. А тут вот и есть у нас лесничие. Жительница лесхоза Клара Дмитриенко озабочена плачевным состоянием дорог в поселке. Она просит уделить этому вопросу максимальное внимание и привести в порядок самые проблемные участки. У нас дороги поразбивали, разбитые невозможно. Было асфальт, было хорошо у нас. А теперь мы даже пройти точно живем, как я пришла сюда жить. Гравийка, асфальт вместе разбили. А назовите, пожалуйста, свой адрес. Улица Приречная, 3-2-1. Глава города совместно с жителями отметил самые проблемные территории, где срочно нужны пешеходные зоны. В этом году они будут благоустроены. От Заполярной до Нефтяников там действительно проблема номер один, потому что там движение транспорта и общественного, и личного, и всякого разного. Поэтому мы все, что с вами сейчас говорили, это нужно делать, а проблему номер один будем решать в этом году. Тротуар мы сделаем от Заполярной до Нефтяников в этом году. Договорились? Договорились. В поселке еще многое предстоит сделать. Городоначальник пообещал жителям, что все поднятые вопросы не останутся без внимания. Основная проблема в том, что ряд коммуникаций и территорий после распада лесхоза не передавались муниципалитету. Но жители получат помощь, несмотря на юридические сложности. Светлана Волошенко, Евгений Замореев, Александр Пензиев, Служба новостей Армавира. Чудо-остров посреди Комсомольского парка. 1 июля работники городской мэрии торжественно открыли развлекательный центр, где есть и бассейн, и водные горки. На празднике «Лето и воды» побывал Марк Бугоец. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто жить, на нем легко и просто, Чунга-чанга. На все счастье постоянно, жуть кокосы, ешь бананы, жуть кокосы, ешь бананы, Чунга-чанга. Бананов с кокосами на этом чудо-острове нет, зато есть надувные горки и прохладные бассейны. И все это совсем рядом, стоит только перелезть через забор. Но армавирские ребята воспитанные, поэтому вместе со всеми ждут в очереди. В жаркий летний день детишки и без воды мокрые, а тут еще эти клоуны со своими фокусами, встали на входе и не пускают в аквапарк. Такие фокусы ребята уже видели, а вот надувные горки и бассейны, появившиеся в Комсомольском парке, как по мановению волшебной палочки, это действительно чудо. Много сил было приложено для того, чтобы и взрослые, и самое главное дети смогли каждый день ощущать все прелести лета, не выезжая из города. И вот этот день настал. В Армавире появился свой чудо-остров. В Армавире моря нет, это даже дети знают. Но если очень хочется, все возможно, особенно при поддержке администрации города. Много делается в нашем городе для детей. У нас спортивные площадки, детские площадки. Но, к сожалению, не было такого прекрасного аквапарка, маленького аквапарка, где безопасные условия и чудесные условия для ребят. И от имени главы города Андрея Юрьевича Харченко я рада приветствовать сегодня всех ребят, которые будут первыми посетителями такого чудесного заведения. От слов к делу. Под пристальным взглядом десятков маленьких глаз красная ленточка перерезана. И вот развлекательный центр открыт. Но сперва делегация от администрации еще раз проверяет, готов ли аквапарк встретить юных посетителей. Хорошо ли надуты горки? Не слишком ли холодная вода в бассейнах? Важные гости остались довольны. А вот и первые посетители спешат опробовать новую резину. Хорошо скользит. Некоторые даже не могут удержаться на ногах. Прокатиться первыми вдвойне интересно, ведь лучше гор могут быть только горки, по которым никто не съезжал. А для самых маленьких и бассейны поменьше. Хочешь ныряй, а хочешь сиди в лодочке и греби. Теперь в списке летних развлечений для армавирской детворы появился еще один пункт. А у самих ребят появилась возможность во время каникул побить нормативы по водным процедурам. Марк Бугоец, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Внимание, розыск. В минувшие выходные в Армавире неизвестным человеком совершены насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Как сообщают следователи, это третий за пару последних недель случай подобного рода в городе. В первых двух личностей подозреваемых установлены. На данный момент составлен фоторобот преступника. Это мужчина европейского типа внешности 30-35 лет. Рост 80-190 сантиметров. Телосложение худощавое. Цвет волос темно-коричневые. Глаза карие. Особые приметы. Шелушение кожи на левой руке. Был одет в рубашку с коротким рукавом темно-синего или черного цвета. Бежевые бриджи до колена. Обут в темные кеды. Информация о преступлении поступила в следственный отдел города 30 июня из ОМВД. В городе, в многоквартирном доме, неустановленный мужчина совершил насильственное действие сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Значит, по данному факту, следственным отделом по городу Ормавиру возбуждено уголовное дело по статье 132 уголовного кодекса. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Ведется следствие. В Ормавире ожидаются дожди с грозами. Главное управление МЧС по окраю распространило экстренные предупреждения по сильным осадкам и подъему уровней рек 2 июля. Как сообщает прислужба ведомства, со ссылкой на краевой гидромедцентр начнутся сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток 2 июля. В связи с ожидаемыми сильными осадками на реках, малых реках и водотоках ожидается подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. Главное управление МЧС России по окраю рекомендует жителям региона в случае сильных грозовых дождей, града, также подъема уровней рек, осерегаться порванных электрических проводов, линии электропередач, деревьев, рекламных щитов. Самый торжественный день в жизни студента. 28 июня в Армавирском лингвистическом социальном институте состоялось вручение дипломов. На церемонии побывал и наш корреспондент. Это гордое и в то же время капельку горькое чувство. Переступить порог родного вуза уже не как студент, а как специалист, когда вчерашние учителя называют тебя коллегой. Вручение дипломов в Армавирском лингвистическом социальном институте – это повод и для выпускников, и для педагогов вспомнить все эти пять лет, проведенных вместе. Вы всегда сможете с нами разделить свои успехи и радости, потому что мы помним каждого студента, каждого выпускника. Преподаватели, учителя всегда помнят своих выпускников. Кто-то запомнится талантом, гениальностью, знаниями, кто-то усидчивостью, кто-то ответственностью. С того момента, как диплом оказался в руках, для выпускников начинается взрослая жизнь со всеми ее трудностями и необходимостью самостоятельного выбора, но всегда увлекательная и интересная. Ведь свой главный выбор они уже сделали, поступив в АЛСИ. Артем Бацаев, еще будучи студентом, смог устроиться на престижную работу, но по собственному признанию, самая большая его гордость – звание выпускника АЛСИ. И вот долгожданный миг. Артем – обладатель красного диплома. Своими впечатлениями он поделился и с нами. За все время учебы я получил огромный багаж знаний, которому я нашел практическое применение уже в своей жизни. Я работаю переводчиком в Армавирском инженерном торгово-промышленной палате города Армавир и контент-менеджером на магазине музыкального оборудования «Резон Мьюзик». Я нисколько не жалею, что поступил в АЛСИ. Я считаю, что я сделал правильный выбор. Так что АЛСИ – это наш выбор. В этом году я закончила Армавирский лингвистический социальный институт. Стремились мы к этому пять лет. Неужели мечта наша сбылась? Всем студентам и себе, конечно, я желаю дальнейшей успешной карьеры и удачи. Дипломы вручены, но выпускники не спешат расходиться. Фото на память, чтобы навсегда запечатлеть этот миг. И через много лет, добившись жизни разных высот, они по-прежнему будут глядеть на фотографию, где все они вместе – выпускники АЛСИ и их наставники. Марк Бугоец, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В салоне «Мебель-дом» снова праздник. Проходившая там с 20 мая по 30 июня акция завершилась розыгрышем призов. Подробнее смотрите в материале Дарьи Топчевой. Салон «Мебель-дом» – это настоящее царство мебели. В широком ассортименте здесь представлена продукция известных марок, уже зарекомендовавших себя на рынке. Корпусная мебель от фабрик «Яна», «Трия», «Ангстрем» – удобная, практичная и красивая. Ортопедические матрасы и аксессуары для сна от компании «Оскона» подарят много приятных минут и обеспечат полноценный отдых. Диваны от фабрики «Ангажемент» лидера по производству высококачественной мебели в России занимают в салоне отдельный зал. Здесь действительно есть из чего выбрать. День розыгрыша в салоне было по-особенному празднично. Многие из посетителей уже давно знакомы с качественным товаром салона, поэтому приходят сюда за покупками вновь и вновь. А в день лотереи еще и всей семьей. Все, что в доме у меня есть, я покупал здесь. Это и детская комната, и зал мягкую мебель. Единственное, что еще спальню осталось купить, но это мы планируем в дальнейшем. Я покупала подушки ортопедические «Оскона» и на матрасник купила недавно. И довольна. Купила здесь диванчик очень красивый, очень мне нравится, очень хорошее качество. Салон «Мебельдом» – это еще и прекрасные кухонные гарнитуры от фабрики «Элана», изготавливаемые по индивидуальным проектам, а также столы и стулья из массива фабрики «12 стульев» и стеклянные столы фабрики «Виктория». Вся продукция сертифицирована, а ее качество отмечено дипломами. Сегодня в нашем магазине проходит очередная акция. Мы разыгрываем диван, а также сертификаты на скидку 3000 и 5000 рублей. Мы рады каждому клиенту нашего магазина. Мы работаем с самыми лучшими фабриками, и наш магазин зарекомендовал себя уже на рынке более 7 лет, как самый лучший. Поучаствовать в розыгрыше пришло много людей, большинство из них – клиенты салона. Ведущая лотерея с маленькими помощниками вытаскивала счастливые купоны. Всего было вручено два сертификата по 3000 рублей и один на 5000. Главный приз розыгрыша «Диван Аванти» от фабрики «Ангажемент» достался обладателю купона под номером 0683 Николаю Топоркову. Мы сегодня зашли в магазин в поиске дивана. Но так получилось, что приобретая второй диван, получили в подарок еще один. Слов нет. Просто восхищен. Так в мебельдом можно не только приобрести качественную продукцию, но и получить подарки. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Далее о спорте. В Армавире прошел турнир по большому теннису среди ветеранов этой игры. Посвящены соревнования были памяти Виктора Карпиевича. В турнире принимали участие 16 человек из Таврополя, Невиномыска и нашего города. По результатам соревнований первое место взяли хозяева встречи – армавирские теннисисты Владимир Гаврюк и Анатолий Пойченко. Все призеры были отмечены кубками, грамотами и медалями. Стоит сказать, что подобные турниры проводятся уже во второй раз. Как сообщили организаторы, это совет ветеранов большого тенниса, мероприятие может стать традиционным. Армавирские гимнастки примут участие во всероссийских соревнованиях среди девушек под названием «Черноморская чайка». Турнир стартует 2 июля в Сочи. Всего от городской детско-юношеской спортивной школы номер один выступит 5 человек. Среди них гимнастки разного возраста. Отмечу, некоторые из них уже имеют серьезные достижения, позволившие им стать обладательницами определенных званий. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv, а также в наших группах в социальных сетях. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. Эта информация завершила выпуск своих новостей. Далее о погоде вам расскажет Дарья Топчева. Я же Марина Бартинева прощаюсь с вами. Желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание и до новых встреч на телеканале ТНТ Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды Гюзела Классик. Субтитры создавал DimaTorzok